Здоровье. Прямоугольник. Из любого треугольника сделать треугольник. Умеете или нет? Умею. Умеете. Как? Проводим треугольник для основания через решение. Шанове. Берем средний треугольник. Отрезаем вот эту часть. Вот она, котенка. То есть они правы, что они равны, но представлять надо вот так. Все поняли? Тут есть одна толпость. Что будет, если треугольник двоугольный? Возьмем треугольник. Надо тогда взять среднюю линию, которая параллельна наибольшей стороне. И то же самое. Здесь вот провести перпендикуляр, здесь приставить. Все понимают, да? Вот. Здесь провести перпендикуляр. Все. Прямоугольники сделаны. Остану буквально чуть-чуть. Когда у вас есть любой прямоугольник, то с ним можно поступить вот так. Разрезать пополам и пристроить. Давайте это называть. Длинные, узкие прямоугольники. Что такое длинные? Это значит, одна из сторон длиннее, чем единица. Ну, на скале единицы перемедленные. Что такое узкие? Значит, другая сторона меньше единицы. В чем идея декоратива? Она показывает, что любой прямоугольник можно вот таким вот способом превратить в прямоугольник, который в два раза шире, в два раза ниже. Если надо, мы такое кратко сделаем много раз. В результате получим сколько угодно большую одну сторону и сколько угодно маленькую. Длинный, это значит, одна сторона больше единицы, узкий, значит, другая сторона меньше единицы. Что мне теперь делать с узким прямоугольником? Господа. Что? Нет. Мы знаем, что эта сторона больше единицы. Мы знаем, что эта сторона меньше единицы. Из вершины можно нарисовать отрезок длиной единицы. Правильно. Ставим ножку циркулью сюда и проводим окружность единичного ракурса. Здесь меньше единицы, поэтому эта вершина будет внутри окружности. Вот этот отрезок больше единицы, поэтому вот эта точка будет менять. Значит, где-то пересечет. Берем отрезок длиной единицы. Отрезаем вот этот треугольник и ровно такой пересекаем сюда. Поняли, где-то? У меня получился параллелограмм со стороной единицы. Пишу. Параллелограмм со стороной единицы. Отлично. А теперь вообще все просто. Я такой параллелограмм... Знаете, на колбасу так режу? На узкие узкие дойки. Поняли? Разрежу на параллелограммы с очень маленькой высотой. Пишу. На дубке. Они все параллелограммы со стороной единицы. Но они обладают тем свойством, что когда я ищу здесь перпендикуляр, то он попадет на сторону. Вот если бы я здесь опустил, то он попал на продолжение, а надо на сторону. И после этого вот этот треугольник сюда перерисовываю. И так делаю везде. Что у меня получилось? Преугольники, да? Со стороны единицы. Со стороны единицы. Пишу. И последний. Прямоугольники со стороной единицы. Каждую дольку я превращаю в такой прямоугольник. Ребята, а теперь я все эти прямоугольники складываю в один прямоугольник. Со стороны один. Со стороны один. Если здесь сторона один, а площадь вся была какая-то, причина S, то автоматически вот этот отрез будет R и S. Я получил прямоугольник размером один на S. Правда, я обещал только, что если есть любые два макоугольника, то их можно один прямоугольник. Казалось бы, я пока что сделал не то, что нужно. Но, господа, есть очень простая вещь. Представьте себе, что вам нужно доехать из Саратова в Казань. Может быть, там прежде и есть прямое сообщение, а может быть, и нет. Но вы точно знаете, что из Москвы доехать в Саратку можно. И из Москвы в Казань доехать можно. Можно? Можно. А из этого вы делаете вывод. Как бы там ни были устроены дороги. Вы не были там и в Казани, и в Саратове. У вас фантастические представления об этих краях. Вы не знаете, там вообще люди живут или нет. На самом деле живут. Но вы точно знаете, что можно проехать из Саратова в Москву. Ходите, да? А из Москвы? А из Москвы. 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 Ну и, соответственно, как-то перекладываем в существительство, можно получить долг. Все понятно? Все. Теорема Египина доказана.